В решающей игре Кубка Первого канала против сборной Белоруссии тренерский штаб российской сборной во главе с Алексеем Жамновым выпустил 7 новых хоккеистов по сравнению с игрой с Казахстаном в частности в состав не попали опытнейшие Бригоренко, Яковлев, Местеров не знаю это ли повлияло, но матч для сборной России сложился очень тяжело россияне трижды отыгрывались, впрочем обо всем по порядку на 10 минуте первого периода счет открывает нападающий сборной Белоруссии и московского Динамо Максим Сушко пробивает голкипера Никиту Серебрякова из Адмирала который дебютировал за сборную России в этой встрече но потом Сушко удаляют с площадки и уже через 8 секунд московский армеец Максим Мамин сравнивает счет отмечу и хорошее взаимодействие Мамина с партнерами по звену Акуловым и Кадейкиным 1-1 после первого периода во втором периоде Илья Сафонов нападающий Акбарса забивает и сборная России выходит вперед 2-1 Сафонов отлично взаимодействовал в первом звене с Джаашвили и Воронковым да, в матче с Казахстаном у Сафонова две результативные передачи а вот с белорусами он забил но радовались мы недолго удален Никишин белорусская сборная в большинстве и Шейн Принц сравнивает счет 2-2 обратите внимание как хорошо играл партнер Принца Пинчук закрывая Серебрякову обзор при полном попустительстве хоккеистов сборной России и как под копирку следующий эпизод теперь удален Мамин и в большинстве забивает Роман Горбунов опять на пятачке у сборной России не все в порядке после двух периодов сборная Белоруссии выигрывает со счетом 3-2 к такому повороту событий ни хоккеисты, ни болельщики были явно не готовы но в третьем периоде роль лидера взял на себя капитан сборной России в этой встрече Александр Кадейкин 3-3 отмечу, что эта шайба стала второй для Кадейкина на турнире казалось бы, времени еще много и можно выиграть но опять проблемы только теперь уже в тот момент, когда у сборной России было на одного игрока больше удален Дмитрий Дерябин и вот через 11 секунд всего Владислав Кадула убегает к воротам Серебрякова и вновь в третий раз в матче выводит свою команду вперед да, тяжелая ситуация и сборной России вновь нужно отыгрываться впрочем, из этого сложного положения россияне вышли с честью за 3,5 минуты до окончания основного времени матча все тот же Кадейкин оформляет дубль отмечу и удачно сыгравших в этом эпизоде его партнеров по звену Акулова и Мамина Итак, 4-4 Дополнительное время овертайм не принесло успеха никому из соперников и вот серия буллитов Долго никто не мог забить и первым оказался нападающий сборной Белоруссии Шейн Принс Он забивает и белорусы в шаге от победы все зависит от Акулова но он не может распечатать ворота Колосова и сборная Белоруссии становится победителем Кубка Первого Канала 2022 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...